Запускаю генерацию мира, высаживаем траву, выпускаю животных из загона, ну что, ты готов, Кирка? О, какой мерзкий голос, да ты запускай уже, я давно готов. Мне кажется, кто-то здесь бэканул. Кто, я? Ни в коем случае, просто мне уже не терпится начать, и меня, как я понимаю, закинуло в деревню, начальная точка спауна. Я думаю, что я останусь именно здесь, территория прекрасная, жители торговли, останемся здесь и будем развивать этих сухопутных крыс. Так, интересно, может быть у них что-то в домах завалялось, давай проверим пару сундуков. И... пусто. Что это? Конопля? Кажется, у нас здесь будет много работы. Вы что, сдурели что ли? Товарищ, напомни мне, пожалуйста, нашу главную цель на этот сезон. Мой серийный номер. 1, 2, 8, 9, S3, Beauty 2. Или просто, Vledos. В следующий раз, прошу, называть меня именно так. Vledos? Ты же всего лишь мой ноут. Какой Vledos? Ну, а цель этого сезона заключается в том, что мы должны отправиться в космос и стать космо-пиратами. И ты совершенно прав. Но для этого нам нужно сначала основать здесь какой-нибудь индустриальный город. То есть организовать производство по добыче полезных ископаемых, инструментов и обзавестись какой-нибудь интересной штучкой. Технологически, конечно. Каменные инструменты я уже практически добыл. Сейчас осталось их только скрафтить и отправиться в шахту. О, уже закат. Повременим с этим. А, что ты там забыла? Так это же платва! Платва, платва. Ладно, я заночу здесь. Скрафчу себе кровать, но белый цвет мне что-то не очень нравится. Немножко потру ее свеколкой. Ага, красная. И лягу вот здесь. Думаю, все будет в порядке. Ага, вот и пещера. Так, вроде никого не видно. Начнем добывать булыжник. Прямо будем копаться, может быть нам попадется уголь. Или же если повезет, то попадется железо. Так, а вот это уже интересно. Я докопался до какой-то пещеры. Нужно прочистить вход и как-то войти туда. Будь осторожен. В этих пещерах могут водиться много опасных монстров. Незащищенным туда лучше не заходить. Ой, не ссы, а. Я предельно осторожен. Просто посмотрю, может быть здесь есть что-то полезное. А так, пока что тихо. К тому же я освещаю здесь все. Так что я их увижу, если что. О, а вот и уголь. Больше угля, больше топлива, больше факелов. И больше защиты. Йооооо, что это за х... Это же Криппер, Криппер. В Майнкрафте вас будут поджидать много опасных врагов. Того, кого ты встретил, зовут Криппер. Очень опасная тварь. Увидел его, сразу текай. Иначе он разнесет всю твою хибару. А также оставить без одежды и высосить всю радость Запас здоровья этого зелёного огурца составляет 10 сердечек Иначе говоря, тебе придётся нанести 3 критических удара топором Если тебе это удалось, то ты получишь порох В количестве от 1 до 2 единиц А также опыт в размере 5 очков Ещё этот отморозок боится кошек и ацелотов Так что ты теперь знаешь, кто твои лучшие друзья Фух, ну и напугал ты меня Так, быстрее добываем этот уголь И... Ага Его нет Ха-ха, сбежал, трусливый пёс Мачту мне в зад, он испугался меня сильнее, чем я его Эм... Нет, я его даже не пугался Просто возьмём здесь всё, осветим, чтобы больше он не появлялся И... Будем жить спокойно Так, ещё здесь где-нибудь факел воткнём Ой, тут затоп А вот тут пещера вниз ведёт А-а-а, Крипер! А-а-а, свистать всех наверх, беги, спасайтесь! Фух, мы спаслись Но какой ценой Надо сказать, что я совсем его не испугался Нисколечки Прям совсем Ну да, ну да Обижал, как последняя девчонка Ха-ха-ха-ха Отставить, разговорщики Мы добыли железные инструменты А это главное Ну а старые инструменты мы по традиции закопаем Чтобы они там прогнили и удобрили почву Всё как обычно Теперь, когда у нас уже есть начальные инструменты Пора отправляться на поиски каучука Из сырого каучука мы получим резину Которая крайне необходима для развития технологий О, ты посмотри, а здесь неподалёку находится озеро Лавы Надо её закрыть для начала, чтобы случайно не упасть И в будущем мы будем использовать это как... Как-нибудь Я думаю, она будет очень полезна Что-то не могу понять А как мне найти дерево Гивеи? Как оно должно выглядеть? Посмотри внимательнее У неё верхушка выше, чем у остальных деревьев О, кажется, это она Но что-то я как-то её потерял с виду Сейчас придётся забраться на дерево И посмотреть ещё раз Хотя, казалось бы, я её видел именно здесь Но её здесь нет Так, это что за звуки? Не переживай Это всего лишь зомби Подыхает от солнечных лучей Ха-ха О, смотри, это кажется она Так, ну теперь я точно не потеряюсь в виду Придётся добыть из неё пару саженцев Чтобы посадить на своём участке А то бегать и искать её по всему миру Мне как-то вообще не хочется Да и к тому же мы Хотим автоматизировать Весь процесс добычи ресурсов Правильно? Ну, если у тебя руки не из задницы То у тебя всё получится Лучше засранец, а? Ну ничего, сейчас я добуду пару саженцев И дела пойдут куда быстрее Итого у меня Один саженец Так, ну а добытой гивею я посажу где-то здесь На этом участке Засыпем яму И правильно будем взращивать их Мне понадобится костная мука Так Не понял Мочи, мочи, мочи Ну-ка, свали Ходят тут всякие Никому не отдам эту гивею Я её добывал с большим трудом Так Больше никого рядом нет Так, где-то у меня была Ага, вот она кость Сейчас мы сделаем костную муку И размножим это всё Нужно побольше саженцев сделать, как-никак Так быстро? Угу, моментально А вот и капля Хм Я тут решил, что я сразу добуду парочку латекса Чтобы пережарить его Так сказать, начать производство заранее Подготовиться Пока не добудем Всё остальное И вот она, моя родименькая Чёрненькая Резина Давай, 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 давай Жарься, жарься, жарься И Да, наконец-то получили Чёрный кусок Резины О, смотри, кажется, жители побеспокоились и выкопили нам колодец Ну-ка Так, там пусто Что-то я сомневаюсь, что это колодец Не зря же этот крендель в белом нассал сюда Об этом ни слова И в итоге мы получили резину Пора отправляться в шахту На добычу меди и олова Медь и олова будет использоваться для создания проводов и прочих механизмов А также для создания композита и бронзы Отлично, это то, что нам надо Вот и олова Конечно же, мы его добудем Ты посмотри, наше производство идёт как никогда лучше Ну, правда, оно только началось Так что мне не с чем сравнивать Но у нас уже есть резина Есть бронза И есть олова Осталось создать молот и ножницы И молот для того, чтобы прессовать эти слитки А ножницы, чтобы из этих слитков, прессованных, вырезать провода И молот крафтится как-то так Да, кузнечный молот готов И с помощью кузнечного молота мы создадим себе ножницы По такой схеме Кажется, ты забыл про редстоун Он тоже является одним из важных материалов Ох, йоу, я и забыл про него Напомни, как его искать Блок красного камня генерируется на высоте от 1 до 15 блоков Так, стоп Что это? Произошла перегрузка системы Мне придётся отключить шейдеры, чтобы снизить нагрузку Эх, ну ладно, что уж тогда О, кажется, я слышу воду Здесь где-то есть пещеры О, и правда Так, вот она вода И редстоун Так, водичка ты мне будешь здесь мешать А вот редстоун, я тебя заберу Целых три блока Неплохо, думаю, мне хватит, но Здесь так много лавы Надо быть очень аккуратным Я сейчас не удивлюсь Если ты подскользнёшься И упадёшь прямо в лаву И будет у нас горящий пират Да чтобы я, чтобы я упал Ты издеваешься или просто не веришь в меня? Я не только в воде могу плавать, но ещё и в лаве Если ты не знал Да-да Не зря же моё второе прозвище это мокрая лавомерка Мокрая хвастунишка А вот и ещё редстоун, сейчас я его добуду и мне хватит на первое время А уже в следующий раз отправимся основательно выкапывать весь редстоун, который найдём Вот Мой план Тут главное, чтобы этот редстоун не упал в лаву Прямо под каждым блоком стоит лава Но ура, я всё поймал Ну вот и настала пора создать свой первый механизм А точнее генератор, который будет питать энергией остальные машины И для того, чтобы создать его, у нас есть два варианта Мы можем либо сделать железную печь, трипластинный аккумулятор Либо просто каменную печь, базовый корпус машины и аккумулятор Я воспользуюсь вторым, потому что он мне кажется намного проще Из сундука возьму все инструменты, которые мне понадобятся и весь материал И теперь я могу приступать к созданию Из железных слиток мы делаем пластины Их выкладываем по кругу в верстаке Получаем базовый корпус машины Далее у нас идёт печь, обычный крафт, как вы видите, всё в порядке И последнее остался аккумулятор, который создаётся по такому рецепту Мы снова оловянные пластины перебиваем кузнечным молотом Получаем оловянную оболочку Далее идёт оловянный провод, который делается также из оловянной пластины Но оловянную пластину мы прокусываем кусачками и получаем оловянный провод А оловянный провод мы уже обворачиваем в резину И получаем изолированный оловянный провод То, что нужно нам в рецепте Теперь выкладываем это всё по такой схеме и получаем аккумулятор Далее из этого всего, что мы создали, мы получаем генератор Я не понял, ты опять отключил шейдеры? Простите, профессор, просто я отвлекся на вашу лекцию. Сейчас всё исправим. О, так-то лучше. Так даже и трава зеленее. А теперь решающий момент. Устанавливаем первый генератор. Не забудь установить провода. А, точно, для того, чтобы было удобно, лучше установить сразу провода, и я их размещу под оборудованием всем. Ну, короче, вот здесь. Иначе, вы просто, когда поставите генератор, у вас энергия будет наполняться в этом генераторе, но уходить она не будет. Конечно, если поставить другое оборудование вплотную к этому генератору, он будет передавать энергию, но другие машины не будут питаться этой энергией. А нам нужно как бы расширяться, увеличивать мощь. Поэтому ставим медный провод вот так, и у нас всё скоро должно заработать. Но так как один генератор устанавливать просто нет смысла, нам нужно создать другую машину, а это будет дробитель, который будет перерабатывать железные руды и умножать их в несколько раз. Чуть позже покажу, как это работает, а сейчас мы будем создавать то, что от нас требуется. А это электросхема. Создается по такому рецепту. Медные провода делаются так же, как и лавянные, только из медной руды, а точнее из медного слитка. Если же вам нужен кремень, то вы можете разбивать гравий, который хранится у вас в сундуке. И ты всё правильно сказал. То, что мы добыли, мы сейчас используем в построении дробителя и устанавливаем его. Всё готово. Как видите, он наполняется энергией. И теперь просто помещаем сюда одну железную руду, и на выходе у нас получаются две измельчённые руды. А это значит, что переплавив их, мы получим два слитка. И это работает совершенно с любой рудой, будь то оловянная, железная или медная. Также золотая и прочие-прочие металлы. И последний стартовый механизм, который нам понадобится, это экстрактор, который будет перерабатывать латекс в целых три единицы резины. Это намного выгоднее. Также он сможет перерабатывать и саму древесину гивеи, и производить при этом только одну резину. И вот сейчас я покажу, как из одного латекса получить три резины. Ну, в принципе, тут показать нечего, вы уже сами всё видите. И я крайне рекомендую с самого начала пытаться создать дробитель-экстрактор, чтобы облегчить вам жизнь в дальнейшем. Ну а на этом видеоролик подошёл к концу. Не забудь поставить лайк за такие старания-то. И расскажи об этом ролике всем своим знакомым и друзьям. А также обязательно подпишись, если ты этого ещё не сделал. Всего хорошего, спасибо за просмотр.